Двое украинских военных тяжело ранены на Донбассе. Их госпитализировали. Как сообщает штаб операции обменных сил, с начала суток девять раз незаконное вооруженное формирование открывали огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. А татики зафиксировали в направлении Нью-Йорка, близ Новозвановки, неподалеку от Гнутова, в районе Новолуганского и Маренки, в окрестностях Красногоровки и Майского. Любая агрессия против Украины повлечет за собой невиданные санкции для России. С таким заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис. В Вашингтоне отмечают, что следят за ситуацией на украинско-российской границе и готовы применить любые меры для сдерживания возможных атак. В РФ тем временем провели на границе с Украиной военные учения и обвинили США в якобы агрессивных намерениях. Подробнее мои коллеги расскажут. Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с Владимиром Путиным, а также поддерживают постоянную связь с союзниками в вопросе безопасности на украинско-российской границе, заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу CBS. Как вы знаете, недавно президент Байден провел онлайн-встречу с Путиным, где четко обозначил, что Россия не имеет права вторгаться на суверенную территорию Украины. Отметил, что мы должны отстаивать и что мы будем отстаивать ее территориальную целостность. Мы сотрудничаем с нашими союзниками в этом вопросе. И все уже четко заявили, мы готовы вводить невиданные ранее санкции. Россия же сохраняет напряжение. На выходных в областях, граничащих с Украиной, прошли военные учения западного военного округа РФ. В них приняли участие более тысячи военнослужащих из свыше 80 единиц вооружения и техники. Отрабатывали якобы отражение массированных ударов противника. Представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш считает, что все эти действия со стороны РФ не более чем давление как на Украину, так и на ее партнеров. Я считаю, что это очередная пугалка, целью которой является продемонстрировать Украине, скажем, ее якобы слабость, и Западу тоже. И таким образом, наряду со скоплением войск, наряду с заявлениями о асимметричном ответе Путина, если НАТО не прислушается к его требованиям, это все должно, по мнению Кремля, заставить Украину реализовать на условиях Москвы Минские соглашения. Войну стремятся развязать в Вашингтоне, заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам же Алексея Арестовича, советника руководителя Офиса президента Украины, любые подобного рода заявления или действия со стороны Москвы не более чем блеф. И чем больше истерики, тем больше все понимают, что реальной силы за этим нет. Более того, Российская Федерация и Кремль понимают, что они проиграют гонку вооружения с НАТО, не потянут ее. Советский Союз не потянул, а они уж тем более не потянут. И возникло желание перед экономическим кризисом, а 22 года для них вроде как должен быть очень непростой, по их же собственным прогнозам, хапануть как можно больше, получить гарантии отсутствия гонки вооружения, раздела сферы влияния и так далее. 11 января состоятся переговоры между Россией и США. Эту дату озвучил Сергей Лавров. Пройдут они накануне заседания Совета России-НАТО, которое планируется на 12 января. Эту дату предложил генсек-альянса Йенс Толтенберг. При этом Украина также заявила о желании участвовать в любых консультациях по вопросу европейской безопасности. Об этом ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вадим Крамор, Новости Украины. Никто не будет силой забирать женщин в армию, заявляют в Министерстве обороны Украины. Заметитель министра обороны Анна Малер разъяснила новые особенности постановки на воинский учет. Она уточнила, это не призыв и не мобилизация, речь об обновлении перечни профессий. Напомню, на прошлой неделе Министерство обороны утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на учет военнообязанных. Их смогут привлекать к военной службе только в случае крайней необходимости и только добровольно. Стать на учет можно будет на протяжении всего следующего года. И никакой мобилизации не будет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот процесс сделать максимально удобным. Там, где это возможно, перевести в онлайн формат и автоматизировать. Чтобы человек, которым меньше, имел справа с паперцами. 28 тонн гуманитарной помощи от управления Верховного комиссара ООН доставили в отдельные районы Луганской области. Как сообщает Госпогранслужба Украины, груз проследовал через контрольный пункт въезда-выезда счастья. В машинах строительный материал, лекарства и компьютерная техника. Пограничники отметили, что граждане, которые хотят пересечь линию соприкосновения через этот пункт, по-прежнему не могут это сделать. Незаконное вооруженное формирование блокирует дорожный коридор со стороны временно неподконтрольных Украине территорий. Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц предполагает семь целей. Среди основных – обеспечение жильем, создание рабочих мест, помощь в получении образования. Об этом нашему телеканалу рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Главная задача – повысить качество жизни для людей, судьбы которых изменила российская агрессия. Ранее премьер-министр Денис Шмагаль заявлял, что в Украине больше 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц. Эта стратегия так детально расписывает, как мы будем рухаться, до каких категорій мы будем идти в первую очередь. Например, молодь. Я сделаю все, чтобы увеличить количество молодых людей, которые сейчас решают, куда ехать и вступать, чтобы это было на користь Украины. У нас есть вузы-переселенцы, которые переехали, и там тоже работают люди, которые знают и менталитет людей из Донеччины и Луганщины, и понимают особенности, и потребы, которые есть. Около 600 человек только в Донецкой области ежедневно обращаются в отделение Ощадбанка, чтобы получить вновь выпущенные платежные карты для внутренне перемещенных лиц. Срок действия старых продлили в последний раз – до 1 апреля 2022 года. Что важно знать и как действовать, расскажут наши корреспонденты. Руслан Саженцев – уроженец временно неподконтроль на Макеевке вместе с семьей перебрался в Краматорск осенью 2014-го. На временно неподконтрольной украиней территории осталась его 75-летняя бабушка. Она не захотела бросать домашнее хозяйство. Раньше раз в три месяца пенсионерка приезжала в Краматорск, чтобы проведать близких и получить пенсию. Первое время было все нормально. Она приезжала, идентифицировалась в свободной территории. А потом, с началом пандемии, возникли трудности. Нам приходилось помогать, как получалось. Свободное передвижение через линию соприкосновения блокирует вот уже полтора года незаконные вооруженные формирования. Сейчас со стороны Ордло открыты лишь два коридора – с КПВВ в Станице-Луганской и в Новотроицком. За время пандемии у многих истек срок действия банковских карт. Ащадбанк продлил его для внутренне перемещенных лиц до 1 апреля 2022 года. И оповестил всех владельцев, где и когда можно забрать вновь выпущенное. Мы щодня анализуем, контролируем кількість звернень. Потому что мы также зацікавлены для того, чтобы максимальная кількість клиентів отримали картки. Потому что мы розуміємо те наслідки для пенсионера, который не сможет отримать карту. За последние два месяца 20 тысяч человек в Луганской и Донецкой областях карты уже забрали. 30% из них получают их по доверенности от пенсионеров. Пенсиональным банком передбачена процедура передоручения чи доручения, надання доручения на отримання карток чи на випуск додаткових карток довіреним особам. И останнім часом я хочу зазначити, що ми аналізуємо і бачимо, що ця практика значно зростає. Ващадбанки заявили, продлили действия карт в последний раз. Действительные они будут только до 1 апреля 2022 года. На сегодняшний день около 100 тысяч вновь выпущенных платежных карт ожидают в своих владельцах в отделениях банка. Алена Грамова, Евгений Кармазин. Новости Украины. Карантинные ограничения в двух областях – Волынской и Запорожской, которые все еще остаются в красной карантинной зоне, могут смягчить в ближайшее время. Об этом сообщают в Минздраве Украины. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 там стабилизируется. Остальные регионы в желтой зоне. За минувшие сутки в Украине выявили меньше 2000 новых случаев коронавируса, больше всего инфицированных в Киеве. В Донецкой области заболели 119 человек, в Луганской – один, в Херсонской – 24. В 1903 украинцы уже получили третью дозу вакцины от коронавируса. Это ревакцинальная и дополнительная дозы. В первой нуждаются те, кто вакцинировался более чем полгода назад. При этом специалисты утверждают, что комбинировать вакцины разных производителей при введении бустерной дозы можно. А вот дополнительную прививку получают люди с опутствующими заболеваниями и пониженным иммунитетом. На первой линии это будут люди, которым… Ну, это угрожает просто реально по причине наличия определенных заболеваний. Это люди, которые прошли химиотерапию, и у них поэтому иммунодефицит тяжелый. Это люди, у которых диабет или иные эндокринные нарушения. То есть у них тоже прописано и сразу, что это будет тяжелое заболевание. Второе, у кого будем, конечно, вот сейчас, после Нового года, это люди старшей возрастной группы. У них просто физиологический иммунодефицит. Почти 13,5 миллионов украинцев уже полностью вакцинированы с COVID-19. Одной дозой привиты почти 14 миллионов 600 тысяч. Министерство здравоохранения Украины подчеркивает иммунизация самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 9 из 10 пациентов, которых в ноябре госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Десятки объявлений о пропаже собак в новогоднюю ночь. Травмы пищевода от съеденной мишуры у котов и спуг от громких салютов и фейерверков. Настоящим испытанием становятся новогодние праздники для домашних любимцев и их хозяев. Как обезопасить животных в эти дни, расскажет Светлана Сыч. Любимица Надежды Бигль по имени Черри. Это охотничья порода собак, но даже после тренировок она боится звуков новогодних салютов. Это не то слово. Моя очень боится. Хотя моя ходила на занятия, на тренировки. С поводка я ее не спускаю. На улицу мы выйти не можем. В квартире собака мечется с угла в угол. В ужас новогодняя ночь превращается и для йоркширского терьера Беллы и ее хозяйки. Когда вот 12 ночи и где-то до часу, когда все повзрывается, мы сидим в ванной. Боится, скажем так, очень сильно боится. Не спуская с поводка, вот она даже гуляя на руках. Стресс от громких звуков переживают все животные. Но самое опасное, от испуга они могут убежать, попасть под автомобиль или забиться в труднодоступное место. И потом не выбраться. Все очень ризко, голосно. И это то, что животное не видит каждый день. То есть для нее это какой-то субъект, где-то, где-то, кто-то не понимает, что это. И поэтому она лякается. Ну, это как, если бы близ вас, раптово бы пролетел, я не знаю, какой-то величезный дракон, двухнув на вас поветором и полетел дальше. Новогоднюю ночь лучше вообще не выпускать питомцев на улицу, советует Светлана, владелица питбуля Кими. А если есть такая необходимость, крепко держать поводок. Потеряться могут даже самые выдрессированные собаки. Что касается ближе уже к 31 декабря, непосредственно 31 декабря, мы стараемся выводить ее раньше обычного времени, пока еще нет массового скопления людей. И мы делаем все очень быстро. То есть мы сокращаем время прогулки и не отпускаем с поводка. Есть моменты, когда, конечно, собаки безумно стрессируют, и хозяева об этом знают. И даже за некоторое время до этого, но по рекомендации ветеринара, могут давать седативные средства. Еще одна опасность – это елка и новогодние украшения. Часто домашние любимцы грызут хвою, дождик в результате травмы пищевода, кишечника и желудка. Специалисты советуют не вытаскивать дождик самостоятельно, даже если вы видите его часть. Если его тянуть, можно повредить внутренние органы. Не нужно списывать недомогание и напереедание. То, что животное накормили не тем, что положено, и то, что животное могло съесть дождик, оно имеет сходную симптоматику, но разобраться в этом может только ветеринарный врач. И тут самый главный момент, если действительно животное съело дождик, но это чаще всего случается, чтобы не пропустить тот момент, когда животному еще можно помочь без каких-либо критических последствий. Не вызывайте рвоту, не давайте собитник, что очень часто тоже люди делают. Не занимайтесь самолечением. Обязательно нужно следить за гирляндами. Животные могут их грызть и получить удар током. Коты проявляют интересы к свечам. Нередки случаи ожогов носа и глаз. А может загореться и шерсть. В доме, где есть домашние любимцы, нужно надежно закрепить елку, чтобы она не упала на животное. Не устанавливать дерево близко к мебели и поверхностям, с которых кошка может прыгнуть на него. Стеклянные шары лучше заменить на пластиковые. И отказаться от блестящих украшений. Светлана Сыч, Евгений Савицкий. Новости Украины. На этой неделе редакция новостей Украины подводит итоги уходящего года в разных сферах жизни страны. Политике, экономике, культуре, социальной сфере и, конечно же, спорте. Какими яркими достижениями запомнился 2021-й и спортсменам, и болельщикам? Какие медали принес в копилку украинско-олимпийской сборной? И кого из наших спортивных звезд назвали лучшими на мировой арене? Смотрите в материале Елены Дидух. Они подарили своим болельщикам незабываемый турнир. Так подытожили в УФА выступление сборной Украины на Евро-2020. Сине-желтые на этом чемпионате впервые сумели выйти из группы. Подопечные Андрея Шевченко в 1-8 финала обыграли шведов и попали в четверть финал. Там проиграли сильному сопернику сборной Англии. Тем не менее, выход в 1-4 стал наивысшим достижением украинцев за всю историю участия в чемпионатах Европы. Спасибо огромное за эту поддержку. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу, за то желание и за тот футбол, который они показали. Слава Украине! Летние Олимпийские игры в Токио, отложенные на год из-за пандемии коронавируса, все же состоялись. И принесли сборной Украины 19 медалей. Одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Олимпийским чемпионом стал борец греко-римского стиля Жан Белинюк. Я стоял тут 5 лет назад с серебряной медалью. И пообещал всем вам, что в следующий раз будет золото. Вот я стримаю свою обещанку. Браво! Браво! По две олимпийские медали серебро и бронзу завоевали Михаил Романчук в плавании и Людмила Лузан в гребле на байдарках и каное. В дебютном на играх в Токио карате украинцы взяли две медали. Это серебро Анжелики Терлюги и бронза Станислава Гаруны. С двумя бронзовыми наградами вернулась из Токио сборная Украины по синхронному плаванию. Я считаю, что в Украине 19 медалей выиграли наши спортсмены на Олимпийские игры. Это большой успех. Еще 23 спортсмена были порой с медалями. Каждый 8 спортсмен на Олимпийских играх был с медалями. 98 медалей. Из них 24 золотые, 47 серебряных и 37 бронзовых. Такой итог выступления украинских паралимпийцев на играх в Токио. А плавец Максим Крипак был признан самым титулованным спортсменом Паралимпиады, где он добыл 7 медалей, из которых 5 – наивысшие пробы. Очень приятно, когда страна оценивает твои старания, твои достижения. Я к этому ушел 20 лет. Никакого секрета нет. Мы с тренером выполняем ту работу, которую он задумал. И с моим желанием получать вот такой вот результат. Благосклонным был уходящий 2021-й для украинского бокса. Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе и обладателем четырех чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. А 19-летний Юрий Захареев завоевал золото на мировом первенстве по боксу в категории до 71 килограмма и стал самым молодым чемпионом мира в истории Украины. Эмоций очень много. Словами просто это не передать. Но очень круто. На этом не останавливаемся. Продолжаем дальше. В 2021 году мечты провести в Украине зимние Олимпийские игры как никогда приблизились к реальности. Во время визита в Украину президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха ему презентовали поэтапную программу подготовки к Олимпиаде в 2030 году. Инфраструктура и логистика, и где мы можем проводить, и какие у нас есть условия, и какие соревнования мы должны принять для того, чтобы обкатать, скажем так, историю и выйти уже максимально готовыми к Олимпийским играм. Достаточно большая работа, и она ведется каждый день. 2022 год снова будет Олимпийским. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние игры. Главные медальные надежды возлагаются на олимпийского чемпиона по лыжному фристайлу Александра Абраменко. В этом сезоне он уже завоевал бронзу в соревнованиях среди смешанных команд на этапе Кубка мира в финской руке вместе с Анастасией Новосад и Дмитрием Котовским. Елена Дедух, Новости Украины. С пожеланием всегда быть в хорошей спортивной форме. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Больше информации, в частности, о важности вакцинации, читайте на нашем сайте и в социальных сетях. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова